Здравствуйте, мои дорогие! Новые возможности уже летят в вашу жизнь. И превращаю эту жизнь в сказку. Почему? Потому что вы ловите их, воспользуетесь этими возможностями и делаете эту жизнь сказкой. Так, какие возможности летят в вашу жизнь? Я сейчас хочу посмотреть вас, продиагностировать, как говорят. Сейчас загадайте себя, свою жизнь, вот на эту колоду. Подумайте только в хороших. В хорошем смысле и в ярких, красивых красках. Постарайтесь. Можно нейтрально. Так, посмотрим вы. Будем смотреть, естественно, в ракурсе и отношений, потому что канал наш настроен действительно на отношения мужчина-женщина, чтобы мы все-таки были в паре и достигали этого не... Ну как, легким путем. Не по бездорожью шагали, а все-таки находили именно ту судьбу, которая наша. Давайте смотреть. Так, ваш мужчина. Влюблен у вас, либо будет влюблен. Тут мужчина, который, ну как, вам предназначен судьбой. Это будет что-то такое, знаете, восторг какой-то, постоянное наполнение, постоянно будет чувствовать влюбленность к вам. Вы же, в свою очередь, уже на стадии, когда, видите как, умеете, очень похожие карты, да, как будто бы вырезка случилась. Вот отсюда увеличили, увеличили вот этот кадр, да, и сюда наливается вода. То есть вы умеете энергию убрать, например, как от отношений с мужчиной, да, так и извне, и трансформировать эту энергетику для того, чтобы мужчина был, ну как, совершал свои мужские поступки для содержания ваших отношений в гармонии. Вот. И вот этот взаимообмен, он постоянен. Вот так. Интересно. Так, хорошо. У нас дно колоды еще раскрылось. Здесь у нас Паш, Паш Коинов, сын Коинов. Ну, что могу сказать? Вы сейчас, как тот... Кошечка залезла, как всегда. Она приходит, как только я начинаю расклад, она уже приходит, что-то себе там мостится. Вот. То есть у вас сейчас и ваш мир, он как аудитория, да, для изучения, образовательная какая-то аудитория. Вот так. Возможно, вы действительно что-то изучаете, какие-то курсы, может, проходите, может, в университет поступили в 90 лет или еще что-то себе придумали, и это замечательно. Мозг всегда должен развиваться. Вы это знаете? Если нет, ну что ж, тут вы об этом задумываетесь. Хорошо. Так, какие же возможности? Какие же возможности? А вот, смотрите, открываются возможности. Почему? Потому что вы до этого распланировали, открыли двери, те, которые вам были предложены, на которые были указаны, на которые указали лучшие силы, например, да, и пошли, сделали первый шаг. Вот этот ваш первый шаг здесь и отмечен. В последнее время карты сами по одной выскакивают. Это интересно. Я видела одну зарубежную, ну как, торолога, она просто так вот тасует, значит. Она попадается, естественно, потому что я ее занимаюсь, и тасует, и вот так одна карта, хоп, выпадет. Но я так смотрю, и у меня так начинает, смотрите, получается, видите. Выпадет она, и пока она тасует до тех пор, пока она сама не выскочит. То есть сама карты никогда не вынимает. Так интересно. Все так по-разному делают. Так, мои дорогие, этот ваш шаг, да, вот этот шаг, он стыкуется с вашим... Вам кажется, что это рискованный шаг, да? То есть вы открыли дверь, сделали первый шаг, вы открываете для себя новые возможности. И вот эта новая, абсолютно новая возможность идет к вам. Давайте посмотрим, в чем эта новая возможность, что это, что это вам такое дает. Часто возможность, да, заворачивается в такую обертку, в обертку. Она не очень иногда красивая, и обертка называется проблема, там, кризис, еще какая-то фигня, понимаете как? Но когда мы разворачиваем это, там реальная возможность лежит, там реальная конфетка. Вот. Итак, что же это за возможность новая, которая идет к вам? Так, ну что, я думаю, что вы ухватитесь за нее однозначно. Причем настолько, настолько мощно она, вот эта возможность повлияет на вашу жизнь, вы как получается, ну как, магический какой-то инструмент, либо ресурсы магические. Я, конечно же, говорю для многих в кавычках, потому что это воспринимается, как что-то там, ритуалы какие-то, свечи. Не всегда это так, мои дорогие, так сейчас я поудобнее устроюсь, чтобы видеть все. Не всегда это так. Ритуал иногда состоит в том, что мы внутри ощущаем, да, допустим, само начало дня, это как-то уже как ритуал, и точно так же, как и распределяем мы время, это тоже как ритуал. То, как мы относимся к окружающей нас, среде, к окружающему нашу пространство, тоже ритуал. Но вы получаете просто инструментарий для того, чтобы вот эти ресурсы были для достижения всех целей. Тут вообще очень классно то, что вы вот эти ресурсы получаете для осуществления буквально тех желаний, которые у вас сейчас есть, которые вы успели прописать, то есть которые вы успели загадать. Загадывайте сейчас. Я могу подождать, а вы можете поставить на стоп и записать эти желания. Ну или когда будете повторно просматривать, на этом месте обязательно возьмите списочек и допишите, либо откройте вашу. Я знаю, что у меня девочки, которые здесь, у них эти списки есть. Ну или как вы, вот у вас каждая, у каждой, наверное, своя система, как они исполняются. У кого-то они записаны и далеко сложены, у кого-то записаны и сожжены, и так далее, и так далее. Тут по-разному. Так, что же за возможность? Возможность дается вам. Вы прощаетесь с каким-то обществом, дорогие мои. Вы прощаетесь с людьми, которые у вас забирали энергию. Например, то, что вы себе считаете. Вот вы сели один в один момент и поняли, что нужна новая жизнь. С понедельника начинаю. Но никак. Один понедельник, второй понедельник. Как итог, всё-таки вы приходите к этому. Я как пример говорю, конечно же, чаще это не совсем так. Но как итог, вы приходите к единому пониманию, что что-то забирает вашу жизненную энергию. Сейчас в этой жизни. Что это забирает? Естественно, какие-то ваши действия. Неправильное отношение к чему-то. Люди все они люди. Все они такие люди, которые просто люди. Хорошие или плохие. Но это окружение, которое мы сами себе создаём. И сейчас вы осознаёте, что вот эти шаги, та концентрация внимания, которая у вас есть, вы можете корректировать. Ну это маг. Мне бы не показали сейчас эту карту. Я просто читаю сейчас поток, который реально идёт отсюда. И вы становитесь тем человеком, который научился контролировать прежде всего самого себя. Вы перестаёте отдавать энергетику тем людям, которые забирают у вас энергию. Кто они? Вы конкретно вычисляете. Расставляете всё, все приоритеты, всё правильно раскладываете в своей жизни. Тут какой-то вот прям порядок, порядок наводите. Чистка идёт. Возможность. Вас не сразу все поймут, но вы в этом не нуждаетесь. Вы узнаёте тех... Знаете, вам подсвечивают тех людей, которые вам вредят, которые вредили. Вам подсвечивают тех людей, на которых вы, грубо говоря, можете теперь не направлять прожектор своего внимания. Для чего? Для того, чтобы прожектор этого внимания направили на себя. Не для того, чтобы покопаться, разобраться, а для того, чтобы действовать, для того, чтобы вот эту вот энергию, которую вы отдаёте неправильным личностям, кто такие неправильные, которые реально забирают энергию. Просто подумайте, кто это. Это не могут быть ваши дети. Ну вот не могут быть, если мы правильно относимся, правда, к этому. Это может быть и так. Просто я чувствую сейчас, что есть девочки, которые говорят, что... А если это дети, то что, от них отказаться? Конечно же, дети не могут забирать энергию, если мы, ну как, правильно к этому относимся. Как это правильно? Ну, наверное, каждая мама должна сама себе ответить. Я просто вижу вот по этой карте. У нас тут есть девчоночки, которые тоже... Но в общей своей сложности вы понимаете, что вы идёте своим путём, да, свой путь, и вы сама себе проводник. Вот. Да, конечно же, тут показан ещё проводник, который у вас появляется. Кто этот проводник? Вы... Ну, сейчас, не знаю, подумайте сами, кто проводник. Скорее всего, этот проводник есть. Это может быть, не знаю, какая-то книга. То есть то, что написано, то, что сделано человеком. Это могут быть чьи-то слова. Это может быть человек, которого вы не знаете, никогда не трогали. Понимаете как? Это не всегда человек, который рядом берёт и прям за руку вас ведёт. Нет, это что-то отдалённое бывает. Так, видите? Возможность. Хорошо. К чему приводит эта возможность? Вот. Возможность она в виде огромного-огромного пентакля, огромного шанса. Вам дают вот этот кусок торта. Главное подставить вовремя тарелочку, да, и словить этот тортик. Что это за тортик? Вы видите, что сильно делается? Что это за тортик? Так, смотрите, потому что тут пятёрка пентаклей мне говорит о том, что вы можете там отвернуться, отказаться, сказать, что я недостоин. В этом-то и хитрость тех людей, которые тебя начинают отговаривать, пытаться замылить глаза, пытаться повесить вот перед вашей возможностью какой-то вуаль. Ну почему так? Ну это просто люди, они вот так делают. Думайте. Ну как, прежде всего, вам хотят сейчас сказать, что вы главные в своей жизни, вы живёте свою жизнь. Это не могут быть другие люди. Хочешь, хочешь, поживи, да, вот как это, чью жизнь мне прожить, говорите вы. Твою, может, твою, может, твою. Но нет, вы потом понимаете, что я хочу жить, свою жизнь. И поэтому, что? Мою жизнь я живу только тогда, когда я думаю собственным мозгом, делаю собственные шаги, даже иногда это собственные ошибки и так далее, и так далее. Вот эта возможность, которую вы прям подхватываете, вы подставляете это блюдце и Бог, оп, вам кусочек тортика. Так. Для кого-то это, смотрите, вот прям вот говоря, да, новая классная деятельность. Это может быть работа, это может быть бизнес, это то, что у вас будет конкретно, изначально может быть не так вдохновлять, как вдохновлять заработок. Да, то есть вы какую-то первую денежку зарабатываете и начинаете повторять, да, опа, получилось, повторю-ка я еще раз те же самые действия, еще раз, еще раз, и так по накатанной, да, вы достигаете невероятного успеха, вы достигаете материального, как прежде всего, материальной, кто-то стабильности, а кто-то благополучия, понимаете. если это не работа и у вас все там нормально и вообще вы заживете там на проценты от того, что вы либо накопили, либо как кто-то там, но есть мужчина, например, который вас обеспечивает, тут могут говорить о том, это я так, для примера, что вот этот шанс может состоять в том, что все равно нужно его как обработать, да, то есть вот этот кусочек тортика, это как жемчужина, да, но которая, или как этот алмаз, который нужно еще обработать, вот, как он называется, в общем, вы берете и обрабатываете его для того, чтобы действительно получить эту победу, что это такое, ну, вот, вот оно, чуть-чуть еще время настало, как говорится, опа, десятка коинов, оно реально через время вам принесет невероятный успех, невероятный успех, а знаете, все благодаря чему, потому что вы поняли, что вот это горе, да, когда мы там копаемся в нем, это одно, когда мы понимаем, что это все можно трансформировать, трансформировать в ваши возможности, это совершенно другое, у вас тут, мои дорогие, раскрываются способности, это приносит пользу не только вам, но и вашему самому ближнему окружению, например, ваша семья, то есть самые родные люди, возможности, еще какая возможность открывается, давайте посмотрим, какая еще возможность откроется вам, какая возможность еще попадется вам в ручки, все записывается, абсолютно все, давайте возможность, ну, тут прямо говорят, дар будет, дар идет в руки вам, Либо если он есть, это дар. Смотрите, раскрытие дара, таланта. Это что-то такое, что-то лично ваше особенное. Когда душа захотела, и она реализовывает. Душа захотела, и она развивается в этом направлении. Вот это у вас усиливается. Но если точно было, то тогда усиливается. А может быть что-то другое, еще какая-то веточка откроется. Вы, например, рисовали, а потом станете еще и петь. Либо танцевали, а потом станете еще и писать стихи. Это как пример. А может быть вы захотите открыть какой-то бизнес. И этот бизнес будет прям вдохновение для вас. И вы сможете людям добро приносить. И так далее, и так далее. Тут очень мощная карта. Она говорит о том, что вы своими знаниями открываете какой-то портал. И вы связаны с Богом. Вы прямо наверху видите, как она находится на самом чердаке. Вот ее голова, да, вот ее голова. Она наверху, грубо говоря. И там у нее связь с Богом. Возможность офигеть. Конечно же, не всегда признают такого человека. Да, потому что говорят, что странная какая-то. Ведет себя вообще странно. И что она делает? Ну или странный. Это кого-то может ограничить, а кого-то наоборот. А кого-то наоборот. Он понимает, что оп, есть такой вот круг близких людей, с которыми я могу делиться. А может быть и ни с кем. Может вы только сама собой можете этим делиться. И вы развиваетесь все равно. Не нужно пенять на других людей, когда вы можете устроить все так, чтобы никого потом не обвинять. Интересно, правда? Минута молчания. Надо переводить. Как это так? Никого не обвинять. Ведь там кто-то магию делает. Ведь там кто-то еще на смерти делает. О боже, боже. Это тоже есть, конечно же. Ну а что-нибудь легче, если мы будем кого-то тупо обвинять и сидеть, ничего не делать. Так. Надо делать. Значит. Разозлиться и делать. А вы таким образом очень сильно поменяете свою судьбу. Скажите, слушай, сама себе, надоело мне слезы лить. Расстраиваться и быть. Как это? Боже, такое слово идет плохое. В общем, не перестать плакать, а взять палку и начинать защищать себя. Ну все, вы не просто себя защищаете. Вы защищаете свое пространство. Пространство оно под защитой. Смотрите, видите как? Под защитой Бога вы Библию достали. Под защитой физической. Пистолетик держите на всякий случай, если вдруг Библия не сработает. Ну, короче, тут вот такая комбинация. Ну или наоборот, да, Библия, если пистолетик вдруг не сработает, то Бог всегда поможет. Такая комбинация защиты, защитных работ ваших работает очень хорошо. Так, вот. Кто как понял, девочки, пишите. Я сейчас снимаю сливки. Советы. Советы. А что ты тут показался нам, вот скажи? Советы. Я тебя звала сюда? Какой-то мужчина вышел. Защищал. А, вышел. А то его показали. Защити себя от мужчины. Не пускай его в свой мир. Какой-то мужчина, вы его знаете. Вы его знаете. Так, смотрите. Что-то связано с деньгами. Либо он вам должен, либо как-то подкупить вас хочет. Ну, что-то тут такое. Есть какой-то должок. Должок. Либо он говорит у тебя передо мной долг, либо у него перед вами есть какой-то должок. Ну, вот как защитите себя от него. Так, вам совет. А кто ты такой? Слушайте, у него какие-то проблемы ползут к вам. Кто такой? Боженьки, девочки. А кто такой? Такой я тут. У вас будет защита, девочки мои. Будет защита. У вас, смотрите. Совет защитись от мужчины. Тут карты продолжают историю. Не пускай в свое пространство кого-то... Ну, скорее, я это понимаю. Давайте так говорить. Из прошлого. Причем тот человек, который вам, ну, делал... Наделал, короче, в жизни. Приключений. И тут какая-то хитрость его. Как будто бы хочет попасть к вам в мир опять. Хороший он или плохой, но он человек. Да, он живет своей жизнью. Но вам он как-то не подходит. Вот как-то так. Вы встречаете другого мужчину. Другого мужчину встречаете. Совет вам вот как раз обратить внимание не на этого, а на этого. Кто это такой Пентакли? Кто он такой? Вы его знаете? Семейный, по сути, свой человек. Он, подождите, он... Что... С чем он к вам придет? Он долго... А вы его что, знаете? Еще какой-то мужчина, которого вы знаете, император ваш идет к вам. Ну или у него какие-то проблемы были перед тем, как к вам прийти. Видите, как... Видите, как... Тут говорят так, смотрите внимательно, потому что будет один мужчина идти тоже к вам в жизни, чтобы восстановить отношения. Но здесь дьявол подстерегает вас, ставит на дорожку выбора, вот. Хорошо, как определиться здесь? Я так понимаю, что вам там мужчина дает еще какого-то крепкого, пентакливого императора. Так ли он дает все, видите как? А дорожка к этому пентакливому странно лежит через отказ от вот этого, видите? Потому что здесь вы как будто бы себя напрягли вниманием в прошлое. Оно вас пугает, и вам это закрывает сама. Вот знаете, как сама себе дорогу закрываю, называется. Но мы смотрели там, да, то есть тут идут уже подсказочки. Мы смотрели, что реально вы получаете такого мужчину, который вас на руках буквально носит, наполняет вас, вы его. И это отношения императора с императрицей. Вы классная пара. Тут, как знаете, вот остерегайтесь неправильного мужчины. Обратите внимание на человека, который идет строить отношения, семейные отношения. Вас поведут высшие силы в этот момент? Или вы сами догадаетесь, кто есть кто? Говорят, отрежь. Вот как только прошлое отрежешь, точно туда смотреть не будешь? Ну или же, смотрите, тут девочки смотрят меня, некоторые говорят, да я уже давно забыла, в принципе, о прошлом. И слава богу, да, тогда тут четкое какое-то решение идет. Вот, и тогда ты понимаешь, что да, я готова увидеть свою судьбу. И вот она появляется. Судьба твоя, боже, прямо судьба твоя. Мужчина, с которым, смотрите, как тут классно идет. Ручки, ручки, цветочек. То есть тут люди, которые творят вместе свой мир. И берегут, лелеют его. Очень взаимоусиливающие друг друга люди, да, то есть взаимодополняющие отношения, когда два живут человека в глубоком симбиозе. Когда вы не один плюс один равно два, а когда один плюс один и умноженный на десять еще. Вот так, вы по-разному. Вы разные, да, но вы по-разному в эти отношения вкладываться будете. Вот такой вот человек идет. Просто тут надо осознать. Тут, знаете, как-то переигранный сценарий понимания того, какой мужчина вам нужен. И тогда по справедливости приходит необходимый человек. Необходимый. Вот из ваших мечт. Опа, вот оно, смотрите, точно. Пришли. Такая запутанная, да, была дорожка к этому. И вот вы понимаете, что по справедливости, то, что намечтали, вы получаете человека в вашей судьбе, в вашей картинке мира. Реальной, правильной картинке. Вот вы в этом мире, волшебном мире, где такой и, ну как, и жизнь та, которую вы хотите, и человек рядом с вами, которого вы хотите, о котором мечтали. Вы как новичок. Вот так. Но вы делаете смело эти шаги, идете вперед. Вот так вот, дорогие мои. Интересный расклад. Тоже благодарна вам за эту энергетику. Спасибо вам, мои хорошие, за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансовую. Жду вас на следующих видео. И хочу, чтобы Вселенная дарила вам подарки в разы больше. Всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok